Синоптики убеждают, эти дни погода будет радовать жителей московского региона. Но для тех, кто сидит на чемоданах, сообщаем рейтинг надежности и пунктуальности авиакомпаний. Его недавно опубликовал сайт Росавиации. При расчетах индекса авиационной безопасности учитывались данные о катастрофах за последние 30 лет, а также пассажирооборот, количество жертв и потерянных авиалайнеров. Итак, на экране вы видите восьмерку самых безопасных компаний России. Первое место в рейтинге по всем показателям по праву занимает крупнейший в Российской Федерации авиаперевозчик – Аэрофлот. Это признано мировой авиацией, средний возраст самолетов – 4-5 лет. Далее S7 дэра брендинга. Компания носила имя Сибирь. Средний возраст авиалайнеров не дотягивает и 10 лет. Россия. По пунктуальности Россия вошла в рейтинг топовых европейских компаний. Основным преимуществом компании России является демократичная ценовая политика и безупречная чистота на борту самолетов. Далее следуют уральские авиалинии. Отличительной особенностью авиакомпании является наличие специального тренажерного зала для летчиков, аналоги которого есть только за рубежом. U-Tair получила престижную награду как лучший перевозчик пассажиров на региональных маршрутах. И замыкает самую надежную пятерку России – авиакомпания «Ямал». Ее преимущество – рейсы в труднодоступные населенные пункты и регулярное расширение маршрутной сетки. Но также составлен антирейтинг авиакомпании. Так, самые непунктуальные компании – Азур-Эйр. Она задерживает каждый десятый самолет. Далее «Вимавиа» на взлетной линии опаздывает каждый восьмой самолет. И «Якутия» также отличается непунктуальностью. А что делать, если вы уже в аэропорту, а ваш рейс откладывается на неопределенное время? Как действовать, расскажет наш эксперт, руководитель турагентства «Абрикос». Первое, что необходимо сделать туристу – накануне вылета связаться со своим турагентом и спросить, есть ли какая-то корректировка по времени. Второй пункт – обязательно к выполнению. Можно самостоятельно следить за рейсом. Чартерные рейсы также вывешивают на табло аэропорта за 12 часов до вылета. Следить, есть ли какие-то изменения. По прибытии в аэропорт на электронном табло мы смотрим, соответственно, наш рейс по номеру рейса. Если какая-то задержка уже обозначена на табло, то обращаемся к представителю авиакомпании. Не стесняемся, а ищем его, потому что представители авиакомпании за нами там бегать не будут. И требуем компенсацию. Соответственно, при задержке рейса более чем на 2 часа имеем право на прохладительные напитки. При задержке рейса более чем на 4 часа на горячее питание. Ну и в таких уже сильных случаях задержки 8 часов и более требуем уже предоставления гостиницы. Большинство авиакомпаний отправляют своим пассажирам смс-оповещение о изменении времени вылета. В таком случае отсчет задержки борта начинается после последнего оповещения пассажира авиакомпании.